Девушки отдыхают В ролях Сабу, Джозеф Каллея, Джон Каллен, Фрэнк Паглея, Розмари де Камп, Патрисия Урург, Ральф Берт, Джон Меттер, Фейф Брук, Нобл Джонсон. Сценарии Лоренса Столлингса. Операторы Ли Гармс и Ховард Грин. Композитор Миклош Роза. Композитор Миклош. Продюсер Александр Корда. Режиссер Золтан Корда. Посмотрите на этого бедного старика. Очаровательная голова. Он впитал в себя Индию, госпожа. Но не тот, который в желтом тюрбане. Он будто вышел из джунглей. Вы имеете в виду рассказчика? Не угрожает ли нам молчаливое чудовище? Этого не скажет ни один смертный. Но я видел эти клыки, обогренные кровью. Я расскажу про тех, кто молчит. За несколько рупий. Что это? Что вы сделаете с моей фотографией, госпожа? Я сохраню ее. Как память об Индии. Отблагодарите меня, и вы получите всю Индию в придачу. В моих глазах вы прочтете книгу джунглей. Вначале не думайте ни о чем, кроме тишины. Такой глубокой, что ее слышно и в небесах. Великие деревья, как столпы храма. Папоротник стелится, как зеленый ковер. А вверху небо, где живут крылатые птицы. И беспрестанно носятся ветры под крышей мира. В мире непаханной земли растет трава. Оленятам надо многому научиться с самого детства. Не шумите. Глаза, что видят во тьме. Олень слышит, как леопард выходит на охоту. Леопард живет по законам джунглей. Коготь, рог и клык. Он убивает, чтобы утолить голод и поесть. Но никогда не убивает ради забавы. Закон, по которому живут джунгли, который нарушает человек. КОНЕЦ Есть закон джунглей для молчаливых слонов хатхи. Они идут себе, травоядные животные в мире насилия. Волки – честные охотники джунглей. Они не могут быть всегда в племени, в котором определены правила охоты и жизни стаи. Свободные дети лесов, они будут драться друг с другом, пока сильнейший не докажет свое право быть вожаком. Обитатели джунглей говорят, что мудрейший среди них – медведь Балу. Он учит закону джунглей. Единственный, кому неведом закон джунглей – крокодил, жестокий убийца. Спрятав свою пасть в воде, поджидает он жертву, чтобы утащить ее под воду. Одна из легенд – черная принцесса джунглей, которая чтит закон клыка и когтя. Огромная, как буйвол, и свирепая, как раненый слон. Но тихая, как дикий мед, капающий с дерева. Гибкая и ловкая, сильная. Багира. Черная пантера. А теперь очередь главного злодея. Убийцы-людоеда, который первый принес убийство в джунгли. Тигр Шерхан. Говорят, в первый раз он убил слабого, когда был царем. Он бежал с места преступления, а деревья стягали его по спине, оставляя черные полосы на желтой царской шкуре. Этот злодей оставляет куски своих жертв прихвостням. Шакал табаки. И гиена. Они едят то, что оставил им кровожадный тигр. Но зло не вечно. Я расскажу еще про Каа, мудрого удава, пророка, который знает, что слово несет ложь и обман. Что есть книга жизни, как не борьба человека с природой? Борьба города и джунглей. Великие деревья и ползучие лианы падают под топором. Руины многих городов лежат, забытые на страницах времен. Где тысячи боевых колесниц, которые свергли великого правителя, перед которым склонялись головы? Ничего не осталось, кроме вьющихся лиан и гроздьев винограда. А что с великим Махараджей, проигравшим битву? Он оставил дворец своим братьям, мартышкам, бродягам и болтунам джунглей. Теперь вы видели джунглей. Пора рассказать историю про могучего охотника Балдео. Однажды далеко-далеко, летним вечером на холнах, Сюда! Сюда! Слушайте! Опять этот Балдео пришел сюда. Этот дурак может целый день трепаться. Приятель, давай послушаем его. Слушайте! Слушайте! Нельзя строить дома, где попало. Надо спланировать нашу деревню. Однажды здесь появится великий город. Великий город с мраморными домами. Здесь лицом к рынку будет храм. Я хотел сделать здесь рисовое поле. Нет, здесь будет рынок, так сказал Балдео. А рядом с храмом будет парикмахерская. Я найду другое место для рисового поля без вашего великого города. Пойдем, посади ребенка и старика в повозку. На ту. Пойдем, дедуля. Ты слышал? У них будет рынок, храм и великий город. Мы все сможем, если одолеем джунгли. Ты за свои сто лет видел, как человек побеждает джунгли? Сядь здесь, дедушка. Садись на ту. Идите работать. Нату, где ты, моя крошка? Рам, посмотри. Нату исчез. Не волнуйся, ребенок не мог уйти далеко. Я пойду искать туда. Рам, ты ищи там. Нату! Нату! Помогите. Помогите. Помогите, тигр. Там мой муж. Помогите. Нет. Помогите. Белла, Расул, Синг, Али, Мухаммед, за мной. Там тигр. Белла, Расул, Синг, Али, Мухаммед. Пойдем искать ребенка. Пусть все мужчины возьмут копья. Али, Синг, возьмите факелы. Все за мной. Нату! 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 Бедный малыш. Бедный маленький Нату. Бедная мама. Бедная мама? Каждая женщина, чей ребенок живет с волками. Вы в это верите, полковник? Да, госпожа. И его превосходительство. Ваш отец тоже не раз слышал об этом. Это правда. Правда. Часто волчицы выхаживали детей. Часто они заменяли родителей многим детям в Индии. Маленький и голый, человеческий детеныш вошел в пещеру с волками. Рядом с волчатами он почувствовал себя почти как дома. Рядом с волчатами он почувствовал себя. Нату! 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 Заблудившийся и уставший, заснул он среди своих братьев из джунглей. Божак Акела и волчица Ракша знали, что рядом бродят шерхан и ищут детеныша. Поэтому они взяли его к себе. Нату! Он рос вместе с волчатами и назвали его Маугли, лягушонок. Волк ходил на охоту и приносил ему столько же еды, сколько и остальным волчатам. Все хозяева джунглей стали его друзьями. Но всегда он боялся шерхана и тигра. Маугли охотился за ним всю жизнь? Какую жизнь? Если бы я знал. Прошло 20 лет, а шерхан все охотился за мальчиком. Маугли охотился за мальчиком. Маугли охотился за мальчиком. КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Этот парень вырос в джунглях. Он оборотень. Я тоже так думаю. Полнолуние. Я думаю, этот мальчик сын Месуа, который пропал в тот день, когда мы строили стену. Может, это твой сын Месуа? Нет. Это не мой. Он красивый. В глазах горит огонь. Каждая женщина хочет, чтобы ее сын был таким. Но мой нато был высоким и пухлым. Госпожа, с чего ему быть пухлым, если он жил в лесу? Я вас предупреждал. Это оборотень. Нет. Это бедный потерявшийся мальчик. Хотя и не мой. Я одинокая женщина. Если вы позволите, я взяла бы его к себе и другим женщинам, которые тоже потеряли детей. Это волк. Пусти одного и остальные появятся. Он напустит на нас зверей. Прекрати, Балдео. Джунгли отступили. Возьмите этого мальчика, сестра моя. И не забудьте о благодарности. Сегодня я спас ему жизнь. Отпустите его. Этот оборотень околдовал вас, прежде чем я смог помочь. Ружье мне. Балдео, ружье. Балдео. Балдео. А теперь отойдите от него. Пойдем со мной. Пойдем. 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 Вот так. Склоните головы, ибо перед храмом мы наслали на себя ужасное проклятие. Конец процветанию. Дикие свиньи вытопчут наши посевы. Тигры обгрызут наши ноги. Мы открыли двери дьяволу. Не смотри на него. Махала. Быстро спать. По крайней мере, свою дочь я огражу от зла. Назад, пёс. Это так, ты встречаешь того, кто будет с нами жить? Ха! КОНЕЦ Я помню день, когда она делала эти башмачки моему Натту. Волчонок. Твои ноги не знают обуви. Нет, ты не мой сын. Но ты очень сильно похож на него. Натту звал меня мама. Мама! Мама! А как волки зовут тебя? Волки! Маугли. Маугли. Маугли? Лягушонок? Да, ты лягушонок, а не чудовище из джунглей. Для меня ты Маугли. Пойдем. Пойдем же. Маугли. Долгие месяцы с той поры учился Маугли. 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 Мама! Маугли. Что ты делаешь? Ты как маленькая пантера. Я думала, кто-то нашел тайник. Тайник? Что это? Деньги. Зачем они? Зачем нужны деньги? Чтобы спасти нас от голода и холода. Они хорошо горят? Нет. Если мне нужен мешок риса, я даю это торговцу на площади, а он дает нам рис. Какой глупый этот торговец. А он все даст за это? Да. А он даст мне клык? Клык? Все твои зубы на месте? Нет. Острый зуб. Тебе нужен нож? Да. Острый зуб, как зубы тигра. Ты будешь резать? Я воткну его в пасть врага. Твой враг? Ты всегда говоришь про Акилу, твоего отца, и про Ракшу, твою мать, и как хорошо было в джунглях с твоими друзьями. Кто же теперь твой враг? Шерхан. Тигр. Попроси Балдео дать тебе нож и отдай ему деньги. У меня будет клык. У меня будет клык. Отец сказал, чтобы я с тобой не говорила. Что с ним случилось? Мой отец застрелил его. Я видел его шесть лун назад. Это брат Балу. Он не враг человеку. Но мой отец убивает каждого медведя. Зачем? Потому что он великий охотник. Он убивает даже, когда не голоден. Причем тут голод? Мы не едим медведей. Зачем он принес его сюда? Чтобы показать, какой он храбрый. А еще мой отец убил тигра. Старый тигр. Он ел ящериц и крыс. Он слишком стар, чтобы ловить кроликов. Он, наверное, умер во сне. Я думаю, тебе не убить медведя литигра одним выстрелом. Я не убиваю медведей. Я ловлю с ними рыбу. Рыбу? А как медведи ловят рыбу? Медведь смотрит в воду. А когда видит рыбу, сразу ее вытаскивает. Я же велел тебе не говорить с ним. Я сказал Месуа, чтобы ты держался подальше отсюда. Меня прислала Месуа поговорить с тобой. Я пришел взять клык. Клык? Да. Мне нужен такой клык. Клык, положи этот нож, пока я тебя не застрелил. А потом ты повесишь мою голову на стену? Рядом со старым тигром? Я лучше умру, чем верну тебе этот клык. Так, так. Ты уже не в джунглях, парень? Нет. Я не в джунглях, Балдео. Я с человеческой стаей. Но я не человек. Тогда кто ты? Я был щенком. Но теперь у меня есть клык. Я могу уйти в джунгли, если захочу. Я волк. Теперь с ножом. Ты уйдешь в джунгли? Он твой. За две монеты. Месуа дала мне три. Раз. Два. Три. Вот. Три ведь больше, чем два? Да. Больше, чем два. А теперь убирайся из моего дома. Шер-хан, это для тебя. Ты не боишься возвращаться в джунгли? Бояться джунглей? Зачем? Я из волчьей стая, они мои друзья. Тогда зачем тебе нож? Для тигра, Шер-хана. Это для него. Он выгнал меня из джунглей. Он ушел далеко. Очень далеко. Но он поклялся, что мои кости будут лежать на берегу, когда он вернется. Я тоже дал слово. Я сказал волкам, что убью его. Ты понимаешь их язык? Ты можешь говорить с животными? Ты можешь поговорить с большим буйволом Рамой? Рама тупой раб. Он так долго в человеческой стае, что уже не говорит. Ты можешь поговорить с ним? Рама тупой. Что он сказал? А ты не знаешь, что всегда говорят обезьяны? Мы, обезьяны, самое великое племя джунглей. Мы знаем, что это так, потому что это всегда было так. Маугли, я могу послушать, как ты говоришь с волками? Да. Сегодня, когда взойдет луна. Ты боишься? Пойдем. Это волки. Что они говорят? Еда и вода. Ветер и лес. В этом есть запах джунглей. Джунгли нас узнали. Мы с тобой одной крови. Ты и я. Мы с тобой одной крови. Ты и я. Иди, Маугли. Иди. 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 Привет, Хатхи. Я теперь из человеческой стаи. Смотри, у меня есть клык, острый, как у тигра. Он сказал, что Шерхан далеко, но мне лучше спрятаться, когда он вернется. Хатхи, ты предупредишь меня, когда он вернется? Спасибо, братья. Теперь посмотрим, чьи кости будут лежать на берегу. Держись крепче. Багира! Маугли! Твои когти крепкие и острые. Но мой коготь лучше. Смотри. Кто такой человек, чтобы я за ним следил? Я Маугли из джунглей. Обратно, в ночь. Теперь у меня есть клык. Кто спасет тебя, когда я закричу? Маугли, пойдем. Мне страшно. Маугли! Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Я боюсь тигра. Джунгли знали, что я боюсь, и выгнали меня. Это был дворец Раджи. Раджа? Что такое Раджа? Маугли, ты так много знаешь, и так много не понимаешь. Это был большой город с крепостью, с сотнями слонов, тысячей лошадей и многими тысячами людей. И все это принадлежало великому Радже. И где теперь этот великий Раджа? Где он теперь? Махала, Махала, Махала. Маугли, Маугли, я здесь. Махала, тебе больно? Нет, не очень. Сокровище Раджи. Смотри. Жемчуг. Махала, Махала, Махал. Махал... Махал... Я дал такие же заклык. Эти вещи переходят из рук в руки, и ничего не меняется. Это жёлтая, а то коричневая. Давай вернёмся к свету и найдём что-нибудь поесть. Здесь ничего нет. Совсем ничего. Ничего. Мать змей, мы с тобой одной крови. Она только щенок из человеческой стаи. Она не хочет зла. Кто ты с ножом и говоришь со мной? Меня зовут Маугли. Я дитя джунглей. Я из племени волков. Кобра, кто ты? Я сторожу царские сокровища. Я здесь, чтобы наказать смертью тех, кто крадёт. Пока никто ничего не украл. Посмотри на их ноги. Воры всё ещё здесь. Но я не вор. Она вор. Стой тихо, Махала. Стой тихо. Пусть она бегает взад-вперёд. Другие тоже бегали, пока я их не коснулась. Ты останешься здесь. Вместе с сокровищами. Стой тихо. Стой тихо. Убей её, Маугли. Убей её. Убить её? Не бойся. Мать Кобра так стара, что у неё уже нет яда. Убей меня. Убей. Мне стыдно. Хватит говорить про убийство. Пойдём, Махала. Пора идти. Верни сокровище. Я возьму это. Чтобы драться с тигром. Посмотри на рубин. За него можно купить сотню деревень. Нет, девочка. Тысяча деревень. Но в конце концов, он убьёт вас. Убьёт меня? Этот камень? Да. И я была ядовитой. Но в этом рубине смерти больше, чем во всех змеях. И он будет убивать, убивать и убивать ради смерти. Но камень – это смерть. Сама смерть. Можешь взять рубин с собой, если ты желаешь смерти. Нет, мать Кобра. Я верю тебе. Мы уйдём, как и пришли. Ты мудр, что не взял с собой эту смерть. Маугли, можно я возьму одну монету? Возьми, если хочешь. Вставай, лентяйка. Мне снилось, что я принцесса. И что я была в городе великого Махараджа. Вставай. В очаге нет огня. Свори рис. Но это был не сон. Я видела сокровища владыки. Может и так. Хватит болтать. Сон? Это не сон. Может, я сплю? Это чистое золото. Кто дал это тебе, золотко моё? Кобра. Кобра? Да. Я не взяла алмаз. Алмаз? Большой рубин. Большой рубин. Вот такой. Вот такой? Где? Что за чушь ты несёшь? Где этот рубин? Когда ты там была? Чьё это золото махало? Золото Раджи? Я была в старом дворце. Я говорю тебе, папа, Маугли сказал, что можно взять только это. Маугли? Ты была в джунглях? Ночью Маугли взял меня с собой. Отец, не делай ему плохо. Ни один волос не упадёт с его головы. Но больше никому про это не говори. Никому тебе, ясно? Да, отец. Доброе утро, Балдео. Доброе утро. Я не могу тебя обслужить, Балдео. Приходи через час. Послушайте, Рюльник, между нами нет реки. Моя нога. Этот радикулит прикончит меня. Я не могу ходить наполовину бритый. Жуткий радикулит. Не могу разогнуть колено. Почему ты так дрожишь? Отойди, Балдео. Если я его порежу, он мне не заплатит. Ты хочешь порезать меня? Нет, нет. Слушай, Рюльник, относись ко мне нормально. Ясно? Рюльник, подвинь свою левую ногу. Я сказал левую. Да, да. Левую. Эту ногу. Прости, Рюльник. Ты стоишь на моих деньгах. Какие твои? Я первый их увидел. Это мои. Не надо спорить. Там на всех хватит. Где? В заброшенном городе. В джунглях. Ты нашел сокровище? Где? Ты скажешь, всей деревне? Ни слова. Это нашла моя дочь с парнем из джунглей. КОНЕЦ 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 Тигр идет. КОНЕЦ 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 Роу! Роу! Тигр! Тигр! За ограду! Тигр! Все в храм! Все в храм! Все в храм! Закройте ворота! Закройте ворота! Маугли, ты не бежишь, Фрэм? Нет, у меня есть мой клык! Нет, не ходи! Не ходи, Маугли! Стой! Не ходи! Он убьет тебя! Нет! Сегодня я вернусь с желтой шкурой! Маугли! Маугли! Где твой сын, Миссуа? Куда он пошел? Остановите его! Он побежал за тигром! Он глупый хвостун! Ничего, вернется! Что, если тигр убьет его? Какая беда! Нет! Вы должны спасти его и вернуть назад! Хорошо, что ты меня успокоил! Он правда хороший мальчик! Я знала, что он тебе понравится! Понравится? Жалко, что у меня нет такого сына! Не волнуйся! Если он сейчас не вернется, я пойду за ним на край света! Каа! Каа! Зачем ты пришел? Уходи! Мне надо с тобой поговорить! Кто ты? Ты не видишь, Кааа! Как говорит закон джунглей? Мы с тобой одной крови! Ты и я! Иди сюда! Это человек! Я Маугли, Кааа! Я лягушонок! Тот, который бросал в меня камнями! Я был лягушонком! Ты называл меня плоским земляным червяком! Прости меня! Ты мудрый! Старый! Сильный! И самый красивый, Каа! Правда! Я красивый! Я красивый! Я красивый! Теперь я человек, и у меня есть клык! Сегодня я выдерут усы! Что полосатого? Ты все знаешь? Я знаю, что Шархан сейчас убил и поел! А теперь спит в зарослях бамбука! Это табаки, сказал мне, когда шел тут! Шакал табаки? Да! Вон он! Как мне убить его хозяина, Кааа? Он убьет тебя одним ударом! Пойдем вверх по течению! Держись, маленький братец! Шархан – просто большая кошка! А все кошки боятся воды! Но Шархан не пойдет за мной в воду! Хоть ты человек, ты хитрый! А если его разозлить? Он пойдет за мной в воду? Если не поймает тебя раньше! Спасибо тебе, мудрый Каа! Иди! Я подожду тебя здесь! Пожелай мне удачной охоты! Старый, мудрый и красивый Каа! Удачной охоты! Доброе утро, Шархан! Я тебя разбудил? Охотник за червями! Полосатый убийца! Мокрая кошка! Не уходи! Трус! Вонючая желтая собака! Вернись! Ты не можешь прыгать? Ты слишком стар, пожиратель лягушек! Убийца рыб! Сегодня я спущу с тебя шкуру! Нет-нет-нет, я не слезу! Иди ко мне! Получи это! И это! Шархан, поймай меня! КОМАН КОНЕЦ 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 Это опасно. Да. Может, в этой высокой траве притаился тигр? Ладно. Стойте здесь. КОНЕЦ Шерхан мёртв! Я убил Шерхана! Что, если он найдёт мальчика и узнает от него секрет, а сам скажет, что не нашёл? Ты прав. Ему нельзя верить. Иди вперёд. Я буду прикрывать тебя сзади. Нет, ты иди вперёд, а я прикрою тебя сзади. В этой роще я дал обещание. Осталось только снять с него шкуру, чтобы сдержать слово. Давай, Шерхан. Отдай мне свою шкуру. Тебе она больше не нужна. Не стреляй, Балдео. Я убил его. Посмотри. Это конец долгой вражды. Ты убил его. Ты нашёл его здесь, мёртвым. Я убил его своим клубом. Он мой. Кто ты такой, чтобы говорить мне, что тут твоё? Вставай. Ты брал мою дочь ночью в джунгли. Ты водил её в покинутый город. Пошли. Покажешь мне сокровище. Ты туда не пойдёшь, Балдео. Покинутый город – город смерти. Сокровища несут смерть. Ты никогда туда не пойдёшь. Давай, отроди джунглей. Пошли, или я тебя пристрелю. Давай, стреляй. Ты мерзкий волчонок. Я надеюсь, он не пристрелил мальчишку. Нет. Нет. Это нам знак. Отпусти меня. Пощади меня, Маугли. Я не знал, что ты не просто человек. Дай мне встать и уйти. Господин. Вставай. Иди. И скажи Месуа, что Маугли отомстил за её мужа. Он убил Шерхана и вернётся с его жёлтой шкурой. Да. Смотри. Иди. Великий Раджа. Махараджа. Махараджа. О, Великий. Расскажи мне тоже. И мне тоже. Где несмертные сокровища? О, Великий. Старые дураки. Ступайте обратно в деревню. Да, мой господин. Махараджа. О, Великий. Где сокровища? Идите обратно в деревню. Стой, он открыл тебе тайну? Где сокровища? Нас не обманешь. Мальчишка сказал тебе, куда идти. Это мальчишка? Я же сразу сказал вам, это Обартин. Я сам видел, как он обернулся чёрной пантерой. Пойдём, Малдео. Если ты хочешь нас превратить, то мы тебя так превратим, что мало не покажется. Спустись, Багира. Пусть они прекратят спорить. Мальчик превратился в чёрную пантеру на моих глазах. Он оборотень. Надо предупредить деревню. Я думаю, что ты прав. Надо торопиться. Мальчик превратился в чёрную пантеру. Иди сюда, Шерхан. Посмотри на великого охотника Балдео. Схватить его. Быстрее, быстрее. Что я сделал? Что вы столпились? Разжигайте костёр. Может, дать ему исповедаться? Да, Балдео, это такой шанс. Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Балдео, мы готовы. Веди его. Мальчик, оборотень, дьявол или кто ты там? Ты слышал? Они готовы. Последнее слово. Твоя тайна или огонь? Балдео. Балдео. Дай я с ней поговорю. Дай нам поговорить. Хорошо. Поговори с ним. Я оставлю вас одних. Если он не скажет, его придется сжечь. Тогда мы никогда не найдем сокровища. Мы сожжем его. Но не сейчас. Мальчик отведет нас к потерянным сокровищам. Нату, мальчик мой. Почему ты не откроешь им тайну? Я никогда не пойду с ними в джунгли. Но они тебя отпустят. Ты будешь жить у меня. Жить у тебя? Мама, у меня еще есть джунгли. А они борются с городом, как змеи борются весной. Я был волком. Джунгли выгнали меня. Я стал человеком. Меня выгоняют люди. Ты убил Шерхана. Ты можешь вернуться в джунгли. Ты мог бы стать хозяином джунглей. Нет. Я не знаю, что мне делать. Нельзя идти в огонь. Огонь. Это не важно. В джунгли узнают от Багира, что я убил Шерхана. Нет. Ты скажешь джунглям сам. Маугли, вот твой клык. Мама. Смотри, смотри. Видите? Но он убежит. Ты, тупица, тоже не понял? Конечно, понял. Он убежит и приведет нас к золоту. Правильно. Вы двое идите к лесу. И ждите там. И следите за ним. Идите. Твое время кончилось. Твое время кончилось. Это его мать, ведьма Она его освободила Стойте Месуа не ведьма Это Балдео Свяжите обоих Пока я не вернусь Балдео, он на дереве Он не думал убегать Вот его след Видите? Он здесь шел Мне страшно Тут нечего бояться У нас есть ружья Пойдем Ему не уйти далеко Слушай меня Я придумал ловушку Они скоро придут Тихо, черная тень Тихо, братец Не убивай их пока Балдео Мы нашли его Моя Какая Он Я стану махараджей. Я стану жрецом во всех храмах. А я куплю все парикмахерские. Пойдемте искать сокровища. Посмотри там. Это так. А я не забываю. Пойдемте. Я не забываю. А я не забываю. Смотрите, смотрите, я нашел Он нашел, он нашел Пойдем Он нашел Подождите меня Это я нашел Я выбираю, я выбираю первый Точно, ты заслужил право идти первым Я помогу тебе Давай сам, а я помогу тебе Стреляй, стреляй Нет, не стреляй Стреляй, стреляй Нет, сейчас не стреляй Вытащи меня Вытащи меня Ты промахнулся Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь Миллион Я больше не буду никого брить Может, мне это кажется? Это золото Это золото Это самый большой рубин в мире Руки трясутся Чистое золото Все мое Я буду ходить по золоту Я буду есть на золоте Я буду спать на золоте Дай его мне Это мое Отдай Я первый увидел Дай мне, я первый выбираю Нет, это мое Старый змей был прав Они сошли с ума Не спой со мной Я хочу этот рубин Нет, он мой Отдай Он принадлежит храму Он принадлежит мне Прекратите Мы как дети Здесь хватит на три На четыре сотни Мы будем самыми богатыми людьми Во всей Индии Я куплю Тысячу таких рубинов На эти деньги Балдео Ты добрый И хороший Ты спас мне жизнь Ты убил Кобру Ты мой друг Хватит спорить Берите сколько сможете Надо уйти, пока не стемнело Берите Хорошо, теперь пойдем отсюда. Уходите. Уходите из джунглей. Уходите. У меня это послышалось? Пантера говорила голосом мальчика. Да, а мальчик говорил голосом пантеры. Это место заколдовано. Пантера говорила голосом мальчика. Пантера говорила голосом. Вот дорога. Где камень? Он был тут. Как мы теперь перейдем? Мы можем просто переплыть. Постой. В этой реке есть крокодилы. Чего вы ждете? Пантера говорила голосом мальчика. Ты идешь не туда. Смотри. Они идут обратно к старому городу. Теперь я посмотрю, проваля Балакобра. Если это смерть, то они умрут. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ты видел его? Я хотел посмотреть на Рубин, а он... А он напал на меня? Мне пришлось, Балдео. Я не хотел. Конечно. Ты будешь свидетелем. Ты будешь свидетелем, Балдео. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Он хотел убить меня, Балдео. Ты будешь свидетелем. Мне пришлось убить его. Мне пришлось убить его. Прошу тебя. Субтитры создавал DimaTorzok Помогите! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Меня кто-то звал? Теперь брат мой остался только один. Багира, сестра моя. Выгони его из джунглей. Пусть он бежит домой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ахахаха! Ты зеленый монстр Превратись в кого хочешь В волка, в пантеру В кого хочешь Я тебя не боюсь Превратись Превратись Кричи Кричи, выродок джунглей Кричи Я найду меч И вернусь с сотней людей Они вырубят джунгли Я вернусь Так и знай Хатхи Теперь люди тоже выгонят меня из стаи Они ленивые Глупые, жестокие Они не убивают слабых за еду А когда они сытые Они убивают для развлечения Я видел это Нельзя, чтобы стаи людей Оставались здесь Убить их? Зачем? Зачем мне кости? Я напущу на них джунгли Я сожгу их страшным огнем джунглей Они сожгут нас вместе Зачем ты дрался? Зачем ты меня защищал? Это я родила его Он мой сын Госпожа Я понимаю Ты мог бы спастись Нет, госпожа Если ты покинешь этот мир сегодня Мне суждено умереть с тобой Балдео пришел Где жрец? Где цирюльник? Мертвы Оба мертвы Их убил оборотень Но я могу его победить Я сожгу их Всех сожгу Сожгу Я сожгу Там все горит. КОНЕЦ Джунгли горят. Быстрее, Хатхи. КОНЕЦ Маугли! Где моя мама? Что они с ней сделали? Они заперли ее в доме. Они не дали мне взять ее. Они сказали, что она ведьма, и что она сгорит в огне. Чтобы они сами сгорели в огне. Но они испугались, Маугли. Отведи их к маленькому острову на реке. Туда, где мы видели слонов? Да, там вы в безопасности. Быстрее, ветер крепчает. КОНЕЦ КОНЕЦ ЛОМАЙ ДВЕРЬ ЛОМАЙ ДВЕРЬ Я знала, что ты придешь. ЛОМАЙ ДВЕРЬ Ты в безопасности с ними. Пойдем с нами. Ты мой сын. Нет, там еще один щенок в опасности. Идем, Хадхи, идем. Давайте, братья, все за мной. Давай, Багира. Вперед, Хадхи, вперед. Идемте, идемте. 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 Мой путь. Их враги, мои враги. Всё Он больше не мой сын Он ушёл в джунгли Так я никому и не отомстил Я не стал Махараджей Я не стал никем Даже деревенька сгорела дотла В борьбе с джунглями, как вы видите, я проиграл А потом? Что было потом? Что стало с Маугли, с девушкой? Как вы убежали от огня? Это я расскажу уже в другой раз, госпожа Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok